Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И первая карта для вас это у нас двойка пентаклей. Постарайтесь с начала месяца сохранить те финансы, которые у вас есть. Здесь как-то нужно не растратить, куда не нужно. Здесь вот именно если вы будете в начале уже какие-то финансы тратить, то у вас могут быть какие-то сложности в конце месяца. Поэтому ни шаг левый, ни шаг правый все-таки сохраняем эти финансы пока на этот месяц. Давайте посмотрим следующая карта для вас на начало месяца. Это пятерка мечей. Пятерка мечей говорит о том, что знаете, у вас какие-то страхи присутствуют из прошлого. Да, может какие-то потери по финансу у вас в прошлого были. Но на сегодняшний день постарайтесь сохранить это. Это какая-то ситуация, это какая-то проблема в прошлом, она отошла. Но почему-то вы до сих пор стоите на страже в порядке. Почему-то вы до сих пор переживаете за это, да, не отпускайте эту ситуацию. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Карта тройка пентаклей. Тройка пентаклей может быть то, что вы мужчина, хочу сказать, мужчина и женщина. Может быть те, которые имели отношение как треугольника, да, для вас это было потраченные деньги, да, в других местах. Да, вот для того, чтобы вы праздновали, куда-то поехали отдохнули, да, это те финансы, которые вы потеряли в прошлом. Но на сегодняшний день вам не стоит все-таки переживать за это. Это все-таки прошлая ситуация, да, прошлая проблема, но не нужно ее тянуть. Давайте посмотрим следующая карта для вас. На середине карта дьявола. Карта дьявола и подтверждает. Может, те, которые имели отношение стабильное, на сегодняшний день я не вижу это, что была измена, но в прошлом она присутствовала. И вот у вас до сих пор дьявол искушает. Может, она до сих пор искушает вложиться в чем-то нечестном. Может, кто-то предлагает вам вложиться в чем-то, то, что обещания какие-то. Но смотрите аккуратно, потому что здесь может быть то, что обман, да, и хитрость. И все-таки нужно посмотреть, может быть, даже какая-то повторная ситуация у вас может быть. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это король Пентакли. Мужчина, это про вас говорится о том, что посмотрите, да, именно ваши финансы, куда вы будете вкладываться. Да, это больше касается тех, которые занимаются какой-то бизнес, какие-то ваши дела, да, какие-то ваши финансы, более крупные суммы. Да, здесь обращайте внимание, да, и сначала в чем-то вложиться, подумайте. Женщины, мои дорогие, я хочу сказать, что у вас есть мужчина, но мужчина, который не умеет, да, сохранить финансы, да. Он может тратить, да, вот может сделать какие-то ситуации, как в прошлом, да. Да, человек не может, да, вот может быть зависимость от каких-то, да, может человек любит праздновать, пить, выпивать, да. И человек это пока не может себя вот преодолевать. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Это карта Суд. Сгореть до тла и возобновиться заново. Это как птица Феникса, да, вот возрождение, да, вот тоже для того, чтобы восстановили себя заново. Здесь карта Суда говорит о том, что вы должны вот это сделать. Мужчины, прислушивайтесь, вот если вы увидите это, то вам нужно не повторять те же ситуации, как в прошлом. Вы должны все-таки преодолевать вот это. Да, это может касать для некоторых или измена, или все-таки выпивка у вас. Это то, что когда у вас удовольствие идет. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это двойка жезлов. Двойка жезлов тянется, до сих пор, да, тянется. Дьявол, да, вот вас не отпускает. Все-таки, знаете, это может быть это кармическая привязка, да, вот это может, как я сказала, больше мужчина здесь. То, что люди пока, даже если они восстановили свою семью, они как будто какие-то ситуации боятся, чтобы не было как в прошлом. Женщина, да, если у вас есть такие ситуации, что был такой мужчина, то скажите спасибо, потому что здесь у вас есть возрождение, да, у человека, да, идет, может быть, знаете, за то, что он неправильно с вами поступал, да, идет какая-то, знаете, как мы говорим всегда, бумераг, да, человек здесь как-то отвечает за свои грехи. Но то, что здесь может быть и любовная, и кармическая, и сексуальная привязка, так как для женщины, и для мужчины здесь может быть то, что вам нужно освобождаться, да, может проводить какой-то ритуал, да, для того, чтобы вы себя восстановили. Давайте посмотрим следующая карта, карта смерти. О чем я и говорю? Просто разрушить. Вот просто разрушить какие-то старые этапы в вашей жизни и начать чего-то новое. Да, начать снова с чистого листа, потому что здесь вы сами, да, должны своими руками это уничтожать. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Это карта высших сил. Они будут наблюдать на протяжении всего месяца. Женщины и мужчины, щедрость от высших сил на вашей стороне весь месяц, Юль. Но вы должны научиться, да, научиться успокоить того зверя, который внутри вас. Те, которые находятся в отношении, так и как женщины, мужчины любят иметь на стороне, постарайтесь не входить в этот месяц. Потому что для вас это идет как искушение. А у вас будет, знаете, как говорится, бить по финансу, да, по финансовый канал. Вы можете потерять именно финансы. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада это обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.